Мероприятие в честь значимой даты. СОЖ номер один. Началось с экспозиции в выставочном зале учебного заведения. На фотографиях истории города, школы. Отдельная экспозиция посвящена Свято-Троицкому собору. Я думаю, это один из величественных храмов не только нашей епархии Молодой Мичуриевской, Абаршанской. Но я думаю, во всей Тамбочине таких храмов, наверное, и нет больше. Конечно, это очень величественный собор. Об этом говорили и представители царской семьи, когда они здесь были в начале 20 века. И до сего дня, слава Богу, наше предыдущее поколение сохранили для нас собор, не разрушили его. И сегодня он снова былом величии, возрождается. В продолжении литературные композиции говорили об уникальной архитектуре Свято-Троицкого собора, его истории, в том числе и в стихотворной форме. Судьба храма от первого лица. Мне говорили, я подобен чуду. Других святынь достойная родня. Пока живу, я вечно помнить буду искусство рук, построивших меня. А сколько раз сгорели мои стены, я был бы куполом объем огнем. Когда казалось, гибель неизбежна, меня спасал Господь своим дождем. Люблюсь погнать в былые годы. Бывает сердцу радостно, как встали. Когда среди благодарного народа меня почти вниманием государь. Потом настали времена другие. Забылись и молитвы, и посты. Под песни злые, новые, лихие. Летели с куполов моих кресты. Много было рассуждений об авторе проекта «Маршанской жемчужины». Упоминалось имя известного архитектора Стасова. Говорили о смекалке крестьянина Люлина. Отмечали вклад в строительство собора великих особ и простых горожан. О том, что благодаря труду сотен людей, Маршанск обрел неповторимый, величественный Свято-Троицкий собор. Субтитры создавал DimaTorzok